Христос посреди нас, мои родные и любимые христолюбцы, все братцы и сестрицы во Христе, все, кто случайно попал первый раз, всем желаю радоваться и веселиться в Господе. Всем желаю, чтобы вы возрастали и умножали во всякой благости, праведности и истине через познание Господа Иисусего над всем благового и неизменного Слове Своем Бога нашего Иисуса Христа «По вере, творя дела любви, ибо мы уверовали в любовь, которую познали, в том, что Господь положил за нас Свою душу». Христос посреди нас. Давайте помолимся и поговорим. Господи, Иисус Христос, Господь мой Бог наш, спасибо Тебе за все, за новый денечек, за все, что подаешь, за пищу и питье, кровь и тепло, за все радости и за всю любовь, которую Ты всегда, всегда нас благословляешь, которую оберегаешь и научаешь, и веселишь, и кормишь. Спасибо за все. Благослови, пожалуйста, эту трансляцию, уста говорящего, уши всех слушающих, и блаженные руки всех печатающих. Да через Слово мое, Господи, от Тебя исходящее, прославишься Ты всущий над всем, и неизменный в слове, воле и делах Своих, благой Бог-любовь, который имя Свое, эту любовь, явил на кресте и всеми Своими благодеяниями, но во конце Своего служения открыл нам на кресте. Спасибо Тебе за все. Что бы сдадим Тебе, Господи, за всю любовь Твою? А что Ты, Господь, мы познали в воскресенье Твоем, и выживи в самом себе, имеешь только Ты. Спасибо Тебе, Господи, слава Тебе, спасибо Тебе за эту надежду, за надежду вечной жизни, жизни благой, счастливой и неизменной. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Христос посреди нас, братья и сестры, а Он есть Бог, а Он есть любовь. Поэтому любовь между нами всегда да пребывает. Но я, в принципе, не забывал, да, я вам хотел, ролик назову «Спасение вне церкви», да, или «Вне церкви нет спасения», там посмотрим. Я сначала ролики-то не называю, а, естественно, записываю, а потом корректирую или какая, что получилось, что наговорил, может быть, куда-то уклонился или мысль пошла наоборот, что-то Бог благословил другой на сердце сказать. Вот, то я вот по этому все-таки образу, где Господь наш ходил по воде, шел по воде, и ученики увидели в лодке, в которой переправлялись на другой берег. И вот вы помните, Петр пошел навстречу Господу, другие даже и не подумали об этом. Вот. И я хочу на этом образе просто опять, вот всем извините. Это же вот в Матфея, там где-то глава, наверное, какая-то, я не помню, 15-16. Сейчас же вот я читаю на «Христолюбие». Поэтому тоже, как, знаете, чем живешь, тем то и говоришь, конечно. Вот. И поэтому мысли-то приходят свободные, или там что-то недоговариваю. Вот хорошо вот этот налив канал, и буду как бы какие-то мысли добивать, у вас тоже будет что-то формироваться, хотя я ни к чему сейчас стараюсь независимо эти два канала делать, этот в свободной форме. Ну, естественно, если я там что-то вам начитаю, конечно, хочешь не хочешь, а жизнь это твое, чем ты ее напитаешь, тем она и живется, да. Что покушал, то и выйдет, это всем известно. Вот. И вот церковь, конечно, образ всегда сравнивает корабля, да. Только церковь-то это хорошо, а вот культ это другое. И опять, вот мы все прекрасно помним, что Господь сказал, когда Петр исповедовал, хотя он уже до этого исповедовал Христа, мы видим по контексту, что даже тот же самый Петр уже называл Христа Сыном Божьим. Вот. Но когда он в очередной раз сказал, и, правда, у Матфея точно пишет, что ты Христос, иногда он говорил, ты Сын Божий. А вот почему-то там, ну, все эти вещи, и из-за таких тучей не выводить там, сказал он, не сказал, это Христос. Причем для них Христос, то есть помазанник в мышах, даже апостолы жзали земного мессия, это уже видно, очевидно, даже по воскресенью, вы помните, как они все спрашивали, спрашивали, ну что, теперь наконец-то, ну ладно, при жизни-то не стал устраивать, хотя они в этом были уверены, что в Иерусалим уже восходит, вот, чтобы скоро-скоро занять престол царский. Но нет, Господа убивает, он воскресает, он говорит, ну а что, сейчас? Ты же вот в теле воскрес. Он говорит, да нет, и не сейчас. Это произойдет, само собой, когда каждый человек изменится, тогда будет царство Божье, всячески во всем, да. И вот когда там повествование Матфея ведет, рассказывает, как Петр сказал, ты Христос, Сын Бога Живого, Господь сказал, что на этом твердом убеждении, не зря он Петра назвал твердыней, скалой, крепостью, да, камнем. Я как бы основую, устрояю, созидаю, строю церковь мою, которая всеми будет являться живыми камнями. Не камнями живой церкви, а живыми камнями даже, как красиво Петр потом говорит в своем послании. И вот вы знаете, меня все время поражает, почему вот эти придумывают учения человеческие. Мне, конечно, жалко людей, потому что люди-то никуда не идут, на самом деле, топчутся на месте, как слепые котята. И для чего мы все благоествуем? Чтобы поделиться счастьем и радостью. Я сам освобожденный человек Христом, с другими делюсь этой же освобожденностью. Я-то освободился с самого начала, как Евангелие опознал. Я говорю, культу-то я никогда никакому не принадлежал, так касался по мере просто жизни своей бытовой, вот и все. И вот придумывают эти фразы, вне церкви нет спасения. Церковь, корабль церковь спасения. Нигде Христос этого не говорил. Церковь – это собрание, слово грецкое, обычное слово, это собрание, и где двое исповедующих Иисуса Христа, причем, говорят, собраны во имя мое, надо себя понимать духовно и телесно. Если мы собраны по телу, во имя Христа, опять имя слово употребляем как тело, ну, потому что слово «имя» произнесенное, это как бы дело, да, это все по плоти. Но ради чего? Надо всегда читать, что во имя любви, где двое или трое собраны во имя любви, то есть для какого-то дела любви, а не на сборище сатанинское, как они собирались Христа положить, убить, они тоже собирались. Собрание, собрание – рознь. Можно собираться на зло, а может, шайка бандитов собираться, планировать ограбление, убийство, насилие, госперевороты и прочие-прочие вещи. Собрание может быть на добро и может быть на зло. И Господь говорит об этом потом Петру, когда тот его отзывает, говорит, «Иди, Господи, я тебе сейчас, что там тебе отец наговорил, какой-то крестный путь, сейчас я тебе расскажу, какой путь надо пройти. Надо взять саблю, порубить всех нечестивцев и занять трон в Иерусалиме». Господь ему говорит «Отойди от меня, камень основания, сатана». Вопрос, на какое дело мы собираемся. Господь говорит «Только отвернувшийся себя, творящий дела любви», то есть несущий крест, причем ко всем, даже ко врагам, тот следует за мной, то есть моими, кто именно дела любви несет крест. Поэтому нигде нам никогда не сказано. Если мы будем читать Евангелие, Господь не говорил, что я буду тебя судить, общался ли ты с братьями по вере, ходил ли ты в собрание или не ходил. Да, там уже апостолы, ну не оставлять собрание. Я говорю «Я сейчас не буду этим касаться, не потому что, не знаю на это ответы, просто не хочу раздуваться, как всегда». Потому что я говорю «То, что даже говорил Петр, Павел, порой у Павла вообще послания все тематические, личностные во многом. О ком-то говорящей, опять о какой-то конкретной личности. Когда Павел говорит какого-то там блудника в Каринской церкви «отлучить», мы не имеем права так делать ко всем. он же потом пишет, что так как он уже в отчаянии, срочно окажите ему любовь, примите его, простите его, ибо он впадет в отчаяние. Если человек пойдет, вздернется, кровь будет на нас. Есть люди, которых отлучать нельзя. Ты ему сейчас скажешь в собрании, а он прямо тут же вечером вздернется. Бог взыщет такую кровь с человека, потому что это не любовь. Что вам до его блуда-то? Ну да, скажите. Нет, но если Павел был святой человек, сколько духом святым открыто было, частный конкретный случай, конкретный человек, Бог бы не попустил, конечно, этого, но в нашем случае у нас святых раз-два и обчелся, какой-то дух там в нас святой. Живем как нелюди зачастую. Все по десяти не меряем, всю любовь нашу. И всех отлучаем. Ты его сегодня отлучил, ему надо любовь, надо человек попытаться объяснить, может быть он не понимает что-то. А если отлучить, интересоваться, как он там, отлучать вот так, как он говорит, не как врага, а как, это духовно надо рассуждать, а каждому свое, а не вот так буквоедские. Почему я говорю, я не хочу этого трогать. Господь никогда, мы прежде всего смотрим на Евангелие, что творил и чему учил Христос. Он всегда говорил, что суд человека будет по делам любви. Кто не понимает, добавляйте это слово. Не по делам законы. Он не говорит, что ты будешь судиться, верил ты или не верил. Он сказал, такие люди сами себя судили, они уже отвергли, что их судить-то? Ну как судить того, кого нет на суде? Как бы образно Господь говорит. Хотя понятно, он будет судить всех, он потом открывает христолюбцам-то. Суд-то будет естественный, суд будет естественный, каждый умрет, каждый снимет эту кожаную одежду. В любом случае, душа его обнажится, останется ногой. И срамота этой ноготы будет видна всем. И наоборот, чистота этой души будет видна всем. Сейчас Господь ее прикрыл, чтобы мы выбрали, кем мы хотим быть на самом деле. Господь даровал человеку свободу. Именно это прикрытие кожными одеждами тоже образ нашей свободы, как и насаждение древа зла под личиной добра, как кожные одежды. Это образ дара человеку свободы. И мы выбираем свободно. Вознесение Господа, это явленный символ свободы нашей, что он не остался на земле. А то перед Богом лебезить очень легко. А это кто? Это как этот бомж сидит. Нужен он мне. Вот ты поди этому бомжу и поцелуй его в уста. Окажи ему милость. Попробуй поднять его в жизни. Чего ему надо, как тот самарянин? Все сделай, поставь его на ноги. А не так бросил 10 рублей от 100 и пошел дальше. Еще и бросил в спину. Разве этому нас учил Господь? Судиться человек будет по делам. Господь не сказал, что вне собрания нет спасения. Он сказал, что если ты не любишь, вот нет тебе спасения. Он всегда говорит о личной ответственности. Господь никогда не говорил о групповой ответственности. И никогда. Ведь посвящение собрания это уже дела закона. Придумали там, надо ходить, не надо. Ну а что вы не каждый день преломляете хлеб? Почти ни одно собрание не соблюдает. Первый апостол, мы в деянии во второй главе четко читаем. Они ежедневно преломляли. Чего вы от этого уклонились? Где ваша любовь тогда? Нет у вас ни любви, ни даже законного соблюдения деяния. Вы уклонились. Кто по воскресеньям, кто раз в год. И не преломляете, а там колдуете, непонятно, что делаете. Вот так вот. Заметьте, как лукаво делают. Придумывают древо познания добра и зла, что вот кто-то там, какой-то дядя Степа сказал, ему построили гробницу и говорят, вот вам учение Христа. Это не учение Христа. Вне любви нет спасения, вне истины, вне Бога нету. В этой лодке, хоть там все сидели бы, Петр пошел за... Вот где спасение. Идти за Христом. Господь ему как бы показал. Отвергнись с себя всего, что ты раньше думал. Возьми крест свой, дела любви. Вот так иди за мной. Иди за мной. А не за дядей Степой. Вот вам образ этой лодки. Вот вам образ спасения вне. Именно Петр бы и спасся бы. А этих бы буря перевернула бы, утопила бы. Так бы можно размышлять. Понятно, Бог любовь и пришел не губить, а спасать. А так образы все эти и есть. Он единственный сделал правильный выбор. И Господь все время говорит, как человек будет судиться. Только по делам любви. Никак иначе человек не судится. Бог есть любовь. Бог не собрание, не молитва, не преломление хлеба. Господь сказал, творите, а заповедь даю одну, любите друг друга. Ну, творите, хотите творить, хотите нет. Вот именно, кто творит, кто теперь раз в неделю, кто не раз в неделю воспоминания его творит. Ну, что все это действительно. Ты творишь, ты помнишь каждый час, а Господи, если ты дела любви творишь, дела упования на Бога. Вот ты от Бога и не отлепишься никогда. А когда я вам уже много раз говорил, у меня дома свое все, хлеб, вино, оружие, аптечка и бар вот такой вот, зачем мне Господь нужен? И библиотека в полстены, всеми учениями заваленными, и лже пророков, и лже братьев, и лже, и наглых ругателей. Все там есть. Только Евангелие на столе запылилось. Вот это образ-то. Где, кто это сказал, что вне церкви? Где Господь сказал, что я буду тебя судить за то, что ты в собрании? Господь сказал, когда ты любовь не оказываешь, вот за что я буду судить. Зачем придумывать, переворачивать что-то? Да мы собираемся, когда мы хотим. Сегодня есть время, созвонились, вот у нас церковь. Созвонились, сидим в Боге, во имя любви собрались, потому что любим друг друга, говорим о делах любви, может быть, планируем дела любви, кому-то помочь, просто о ком-то вспоминаем. Помогаем друг другу, наставляем, назидаем, укрепляем, если кто-то чуть отваливается. Для чего мы беседуем-то? Созваниваемся, переписываемся, что-то интересуемся. Мы тоже любовь, конечно же, слова тоже любовь, слова поддержки, слова в радости, в печали, слова истины, познания, помочь друг другу. Надо опираться на Евангелие, на Христа. Почему я всех призываю по заповеди Господа, идите ко Христу, Христос в Евангелии, в вашем сердце. Если нет этого, зачем идти за людьми? За людьми упадешь, любой человек слепой, только идя за Христом, только идя за Христом. Мы друг другу лишь помощнички, помощнички, а по-хорошему мы должны все туда приходить в возраст совершенный, все идти, уже друг другу ничего не говорить. Каждый уже сам будет знать Господа и путь будет знать, и истину. Ну, конечно, мы помогаем, мы видим, что это в Евангелии было то же самое. Ну, помогать надо, как Ант Креститель ко Христу. Человек опять к тебе липнет, а ты опять от себя отодвигай. И Ант Креститель до последнего, конечно, учеников не прогонял, бестолковых, которые, он уже в тюрьме, уже скоро ему голову отрубят, убьют его. А он опять посылает ко Христу. Ну, идите, спросите. Еще разочек. До последнего толкает к жениху, невест Христовых. Я вот лично стараюсь этому, как Павел говорил, как Господь сказал, идите сначала к погибшим домам Израиля, говорит, я в точности соблюдал это слово Божье. Так и я стараюсь все слова Господа и по примеру апостолов смотреть, где все. Я вам честно скажу, я всегда признавался, если даже что-то в посланиях не вижу, что соответствует Евангелию или Христа, я не принимаю. Я не говорю, что я не ошибаюсь и что вот, но я, если пока, меня Бог не осудит за это. Почему? Потому что я пока искренне не понимаю. Я вижу здесь несостыковку. Я молюсь, вопрошаю Господи, почему вот так? Это показано в пример назиданиях, как не делать. Ведь там и есть такие примеры уже в Деянии, в посланиях, как бы мы видим. Для этого ты оставил-то, что Павел Петра восставал против него и говорил, и что, оказывается, Петр 14 лет принуждает еще и закон соблюдать плюс ко всему такое гибридное христианство, которое до сих пор существует. Мы это все прекрасно знаем во всех культах. Но ничего, Петр рос. Посмотрите на его послания предсмертные. Конечно, там, по крайней мере, там Духом Святым видно уже никакого культа, опять борьба даже с ним. Никаких преданий, ничего, а только к Богу, только к Богу. И показаны, кто такие лжеучителя, лже-пастыри и ругатели наглые. Вот, поэтому, вот, придумывают сами, людям бедным в голову это вобьют, все эти страшилки, пугалки, а нигде этого нет никогда. Церковь никакой не корабль, на самом деле, да церковь – это собрание слова. Дальше, в 18 главе, Господь говорит в Матфее, что где двое или трое собраны во имя Мое, во имя Любви, там перед этим, кстати, есть контекстик о всем этом, о любви, о прощении, и дальше там будет об этом о прощении, если там, почему, или там все в контексте, когда читаешь по бумажке, так все вообще видно. Это я вот сейчас опять на словах, нравится братьям, сестрам такой формат, я стараюсь и так тоже, хоть в свободной форме, вот писание специально читаю, тоже, чтобы вы убеждались, и то призываю потом самим читать, я не могу все прочитать, прочитать еще побольше, захватите контекст, где я какие-то места вспоминал, вы-то можете через поисковик их точно найти, я мог там недословно цитировать, найдите, убедитесь, еще те слова в том контексте, посмотрите, пожалуйста, читайте по-другому, есть желание пообщаться, звоните в скайп, вот собрание, у меня истина в моей голове, я знаю то, что истина точно, это Христос, я на нее всегда показываю, а я всем говорю, я не истина, но я так думаю, если тебе, ты пока, да, боишься, не хочешь, как Петр, все в лодке сидишь, ну смотри на меня, я вот иду, да, тебе желаю того же, тоже падаю, тоже тону, Господь мне помогает, но я хотя бы пошел по этой воде, ты хочешь сиди в лодке, она, правда, плывет в другую сторону, и отдаляется, и от Петра, и от Христа, так что вот так вот, я не помню, все, я как-то хотел, ну вы поняли меня, вот это известно, конечно, вне культа, причем они говорят, потому что у них, оказывается, у каждого своя церковь истина, и католики претендуют на свою истину, и они своим овечкам, которых стригут, то же самое вбивают в голову, и причем все эти слова, католики, да там этих католиков, они разъединились еще в самом начале, там тоже пошли ортодоксы католики, не ортодоксы, которые со властью якшались, которые соответственно не со властью всегда считаются отщепьянцами, православных там делений и не переделений, начиная с самого известного раскола, хотя он далеко не самый первый со старообрядцами, кто из них православный, опять кто, кто, кто со властью якшался, все, кто со властью заигрывает, у кого эта палка вторая есть, булла, те типа истина, а где же там истина, если вы убивали тысячами этих, несогласных сжигали прямо в храмах, в домах божьих, которыми вы называете, вы в капищах жертвы своему сатане приносили, сжигая старообрядцев, вы сыны чьи, сейчас православные обидцы, но я, в общем-то, говорю о тех, кто это действительно делал, а не о тех, кто просто к этому культу принадлежит, ну а подумайте тогда, как Господь и обличал фарисеев, что вы построили гробницы, тем свидетельствуйте, что и на вас это кровь пророков, ибо отцы ваши убивали их, сжигали братьев в храмах, я говорю, это вот действительно жертвенник сатани, представляете, в храм запереть, и сжечь, почитайте исторические документы, это православные, самая истинная религия, ну да, брата убийства, это прям, прям по Богу, это прям экклесия, во имя Иисуса Христа собрана, вот они собирались, когда думали, кого где запереть, и сжечь, это вот прям собрание, церковь Христовая, да нет, это синагога сатаны, потому что собрались не во имя Христа, не во имя любви, а во имя зла, служить отцу лжи, ну это наши отцы, так вот, вы же кичите, так получается, вы никаким не право, вы не истина, вы тогда сосвидетельствовали ваши отцы, что это не церковь Христова, а синагога сатаны, когда такое стало творить, и что истинно всё, истинно Бог отошёл от вас, но при этом, скажут старобрядцы истинные, нет, не истина, потому что их лидеры, такие как протопо Павакума, ему подобные, сидя там, в яме, в глубокой, в Сибири, говорил то же самое, он говорит, я даже, против-то ничего не имею, потому что, если б я был на другой просто стороне, если б со мной была власть, он говорит, да, я из нищих, так получилось, что вот Никон при власти, а я, говорит, я бы делал то же самое, я, говорит, еще хуже бы делал все эти слова знают он их не скрывал старобрядцы даже от них не отрекаются какой корень такое дерево поэтому я не знаю кто какой церкви к этому учению принадлежит я обещал не обзываться там кривославными но исторические факты не надо скрывать они всем известны истинно это бога бог есть любовь вот я принадлежу к незримой церкви христовой я у меня церковь когда я созваниваюсь братьями мы любим друг друга мы говорим о боге говорим о любви задумываемся не над делами злы как кому какую пакать сделать и кого с ног до головы обсудить обличить оболгать а кого-то оправдать кого-то вспомнить хорошего на бородскать его помнишь того слушай я у нее ролик видел такой там да вот я так стараюсь общаться и всем рекомендую собираться во имя христа то есть не на зло а на добро созвониться что нельзя найти в человеке хорошее можно а в культе ты ничего не найдешь хорошего лично человека никогда не осуждай научение фарисейский саддукейский и иродский обличал сам господь осуждал все культы зло от начал там нет никакого добра никакого ноль просто ноль потому что господь никакого священство нервни не органи заново как иеговы не ставил никого не руку полагал никаких жертв не заповедовал приносить сам этого не делал не говорил что это будут делать апостолы никаких храмов не строил более того говорил об обратно более того разрушил этот единственный тип от бога данный храм свой храм тела воскресил показав что он говорил о храме тела своего они об этих деревяшках все ровно противоположные вещи никакой систему не создавал семинарии колледжа не не пытался даже даже намек на это заложить никаких благотворительных фондов не делал мертвых ибо господь хотел вообще каждый лично помогал друг друга чтобы видел глаза того кому он помогает имел общение с тем с кем помогал они так миллион долларов отстегнул от миллиарда чтобы те налоги еще скастили а сердце хуже камни никаких армии никакие вооружие он не носил самым не махал тем кто махал виде петра запрещал махать и тем кто хотел божьей силы погубить как иоанн и андрей помолившись чтоб город уничтожен был запретил сказал что вы не знаете какого духа вы духа сатаны ибо первый человек убийца и отец лжи лукавый и вы этого духа исполнены а исполнитесь духа христова ибо господь отец любит всех и пришел спасать погибающие они уничтожать поэтому церковь христова это там где любовь там где истины и где этот корень там и дерево свято поэтому все все христиане которые фундамент и основания своей веры положили иисуса христа сущего на всем благого бога любовь привились к истинной церкви христовой к истиной незримой она и не должна была зримой господь не хотел никаких видимых рамок для неё он сказал рамка одна вера в меня и дела любви и когда петр даже верил но не творил дел любви еще попытался противиться божьему замыслу а а а его пути а пути потом своем потому господь им сказал у тебя потом будет то же самое когда тебя будет тоже припоясать и вести это есть несение креста которому господь предстояло чтобы его обвязали оковали и тоже повели и так это путь для каждого сказал кто хочет последует тем же путем все вот это все члены церкви это церковь это ее границы и она незримая а видимых вещах церковь и ученики христова готова сказал потому все узнают что вы мои ученики что вы а ученики в антиохии стали называться христианами что вы мои члены вы мои чада потому что вы будете иметь любовь между собой критерий познания где церковь и где ее члены только любовь все и церковь христова там где между этими людьми любовь и собираются они на добрые дела они на злы во имя иисуса христа это значит во имя любви на добрые дела они осуждать всех не обличать не насмехаться над всеми подряд нет на добрые дела чтобы благословляться благотворить и благожелательствовать вот эта церковь вот это собрание святых людей ну вот так вот зову церковь наверное как-то так или спасение вне церковь или церковь и спасение в и вне ее как-нибудь вот так все давайте поблагодарим нашего господа за то что он открывает нам у к разумению писания истин свои от нас не скрывается что он открыт каждому алчущими жаждущим правды что никакой преграды не ложил не в раю не воплотившись и сказал что так будет до последних времен спасибо тебе господи спасибо тебе за все господь мой бог наш иисус христос сущий и неизменный в мыслях слове делах и пожеланиях своих и воли своей о том что все мы спаслись и в разум истины пришли сделали совершенными в познании твоем опознать тебя можно единственный способ любовь и друг другу ибо любище ближнего познал тебя и пребывающей любви в боге пребывает и ты в нем и ты в нас мы в тебе и ты в нас спасибо тебе господи спасибо что воздадим тебе сердце наполняется любовью благодарность слава тебе спасибо тебе господи за всех братьев и сестер которые слушают меня все кто случайно попал на этот ролик все твои благословения да пребудут на всех нас все халчущих и жаждущих тебя тебя и познание тебя слава тебе боже наш слава тебя христос посреди нас братья и сестры всегда радуйтесь себя веселитесь в господи ибо он все нам подаст потребное для жизни благочестия и веселья все мои каналчики адреса наверху контакты внизу полезные ссылочки справа все кому понравилось ставим палец вверх я не понравилось тоже ставим палец вверх делитесь кем считаете нужным а я с вами прощаюсь пока пока до встречи в следующем ролике